Каждый год в преддверии Нового года депутаты Законодательного собрания Кубани приглашают одаренных детей со всего края в Краснодар на праздничное представление и вручают им подарки. Этот год внес свои коррективы, но полностью от традиции было решено не отказываться. Депутат Законодательного собрания Виктор Чернявский и глава Славянского района Роман Сенеговский провели онлайн-встречу с победителями и призерами районных краевых предметных олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей детского творчества нашего муниципалитета. Виктор Чернявский рассказал ребятам о том, что делается в Краснодарском крае и в Славянском районе для подрастающего поколения, чтобы оно получило все возможности для полноценного развития. Я очень признателен Роману Ивановичу Сенеговскому, главе нашего района, в том, что образованию уделяется очень серьезное внимание и материальная база в нашем районе, она тоже постоянно растет. Это то, что нужно вам для вашей учебы, для вашего развития. Красавица школа построена в нашем районе, построена на несколько новых детских садов. Открываются учреждения дополнительного образования. В этом году мы открыли совершенно новую лабораторию при нашей, по-старому сказать, станции и техниках, при Центре дополнительного образования. Кстати, наш Центр дополнительного образования признан лучшим в России по объединяющей роли своей, потому что он сегодня помогает не только нашим учреждениям дополнительного образования, но и нескольким районам вблизи находящимся. Серьезно развивается спортивная база. Вот только вам по 10-15 лет, но за это время в районе построен плавательный бассейн, спортивный центр «Лидер», спортивный центр «Олимпиец». Депутат Законодательного собрания Кубани высоко оценил успехи ребят, приглашенных на онлайн-встречу. Они действительно отлично учатся и добиваются побед на Олимпиадах и конкурсах, радуя всех окружающих. Я увидел, что сегодня в этих студиях, в администрациях, в школах собрались необыкновенно талантливые ребята, которые представляют Славянский район. Вот 25 девчонок и мальчишек, каждый из которых уже сегодня в свои маленькие годы уже добился очень многого. Вы победители Олимпиад, вы победители соревнований. Вот в период этого дистанционного этапа обучения вы не сложили руки, а участвуете очень активно в онлайн-дискуссиях, в круглых столах, в Олимпиадах, в лекториях. И это очень важно. Прозвучали искренние поздравления и пожелания в адрес одаренных школьников. Я по поручению депутатов, заказать вас собрали, приехал в район, в эту студию вместе с Романом Ивановичем, чтобы вас поздравить. Поблагодарить вас за хорошую учебу. Не только вас, ваших родителей. Потому что помните, они переживают за вас. Они помогают вам расти. Всем хорошим в жизни. Вы обязаны родителям. И повзрослев, вы это вдвойне поймете. Хотел бы в этот день поблагодарить ваших учителей. Они отдают всю душу и сердце для того, чтобы вы росли умненькими. И у вас была возможность, вот, уверенно идти по жизни. Хочу поздравить главы администрации, актив поселений. Всех-всех. Но главные герои сегодня вы, ребята. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. С тем, чтобы у вас и у ваших близких все было хорошо. И новых, конечно, вам успехов в учебе. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил ребят с Новым годом, пожелав им всего наилучшего. Ваша задача сегодня трудиться, учиться, слушать педагогов, воспитываться, становиться высокопорядочными, духовными, нравственными людьми. Спасибо вам, у вас это получается. Вот благодаря, наверное, вашему труду, труду ваших родителей, ваших близких, педагогов. Будем выполнять все ваши пожелания. Будем вместе с большой командой губернатора Анина Кондратьева, вместе с депутатами законодательного собрания края, Юрием Александровичем Бурлачко, Виктором Васильевичем Чернявским, с главными поселениями, которые присутствуют, они на местах стараются решать все вопросы местного значения. Будем стараться улучшать наш Славянский район. Поэтому всех вас с праздником, всего вам самого-самого доброго. Радость праздника с ребятами в студиях разделили главы поселений, директора образовательных учреждений. В завершение общения всем детям вручили отличные новогодние подарки. Ежегодно мы награждаем до 200 талантливых детей, талантливых в учебе, талантливых в творчестве, талантливых в спорте. Но, к сожалению, этот год внес в свои коррективы. Поэтому были отобраны лучшие из лучших, которые сегодня выходили у нас на обратную связь с Виктором Васильевичем и Романом Ивановичем. Я думаю, что это послужит дальнейшим стимулом для этих ребят и для других ребят проявить себя. Ну, в этом году это онлайн-конкурсы. Дай бог, в 2021 году это будет уже больше очных мероприятий. Конечно, безусловно, это будет хорошим стимулом. Славянский район богат на таланты. Думается, и в новом году одаренные учащиеся смогут добиться немалых успехов в самых разных сферах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».